Привет, ребят! Мне это подогнали. Индивидуальный рацион питания. Сказали, что он ракетных войск. Сейчас мы посмотрим. Ну, вроде не похожи. И проверим, что это за сухпай такой. Вот, тут написано индивидуальный рацион питания, дружба народов. Так-так-так, 2019 год ТУ у нас тут, Брянская область. Так, он еще годен, окей, не просроченный. Тут куча позиций, целых 35 позиций вообще, ребят, есть. И чего тут только нет. Как и понимаю, что этот рацион питания, он вообще предназначен на целый день, то есть на три приема пищи. Вот, перечитывать не буду, что здесь есть. Давайте откроем сразу и посмотрим все-таки, что здесь есть. Как он открывается? Тут нет защелточки. Не могу найти. С собой всегда. Вот такая коробочка. Так, теперь открываем, что же у нас тут есть. Окей. Сахар. Сахар побольше. Еще раз сахар, еще сахар. Дофига сахара. Повидло. Дезинфицирующее средство для водички. Перчик. Чайный пакетик. Еще чайный пакетик. Салфеточки. Да, сахара по виду тут дофига, наверное, для сладкой жизни. Так, мясо птицы у нас тут есть. Надеюсь, не гуся, что гуся тут не положили. Плов. Плов с говядиной. Говядина тушеная. Палочка фруктовая. Блин, прикольно такое все так интересно. О, разогревалась. Ну, теперь-то я знаю, как его разогревать. Охотничьи спички. Концентрация сухой натуральной для напитка тонизирующей. Тонечка называется. Ягодный микс тонечка. Это когда ты под девчонком соскучишься, ты такой открываешь, а у тебя тонечка в коробке. Или я что-то не так понимаю. Перец. А, да, перец резанный с овощами. Фарш. Не из гуся? Мясо куриное, окей. Сыр и желе фруктово-ягодное. Блин, слушайте, да, здесь реально очень много всего, что прям можно наесться. И я надеюсь, что все это вкусное. Паста шоколадная, ореховая. Почти как Нутелла. И куча печенек. Куча крекер. Так, салфеточка, ложечки, жевательные резинки. Смотрите, какие интересные. Да, они фирмы Масли. То есть, как бы есть такие армейские, да, типа, как вот на печеньках написано. А армейские, типа, армия Россия, а здесь и другие, короче. Ну, и фирма другая. Да, и много печенек. Но, кстати, удивительно, что почему только белые обычно еще кладут ржаны для разнообразия, такие темные. Окей, сейчас попробуем развести огонь. Так, у нас есть спички, горелка. Нужно будет построить, получается, такую импровизированную плиту. Сейчас будем пытаться это делать. Такая погода классная. Так, разогреватель портативный. Вскрыть упаковку, отогнуть отпоры вниз. Ну, ладно, где нож? Что, я опять не могу открыть? Так, отгибаем эти штучки вниз. Так, где у нас будет наша импровизированная кухня? Так, не под наклоном. Да, прям вот тут, да? Окей, здесь будет наша импровизированная кухня. Берем таблеточку, берем спички, устанавливаем. Нашимпровизированная кухня готова. Что она не разгорается? Дубль. Дубль два, почему она не разгорелась, ребят? Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай- Так, ну, наверное, начнем по классике, ребят, с тушеночки. Где у нас тушенка тут? Вот она, говядина тушеная. Ой, наверное, вкусно будет. Немножко край приоткроем, чтобы воздух уходил. Ой, пахнет очень аппетитно. Я думаю, что в готовом виде она будет вообще шикарна. Ну и ждем. Да, ждем. Окей, ну а пока наша тушенка готовится, наверное, нужно заточить вот этих вот печенья. Не обваляешь, не поешь. Ну, это все природное, мне тут бояться нечего. Я могу еще вот так вот поделать. Для общего вкуса. Земля все-таки рада, благостная. А, тушеночка шковорчит уже. Хорошо. Да, это даже пахнет аппетитно. Прям такой хороший фарш. Тушеночка наша уже дымится, я думаю, что готова. Ну, она тонкая, быстро прожаривается. Ау-ау-а. Блин, весь сок чуть не вылила самую вкуснятину. Наверное, можно поставить еще потом туда что-то, пока огонь есть. М-м-м, какая тушеночка ароматная. М-м-м, хороша. Прям сейчас печенюшки туда макать. Галеты. М-м-м. Серьезно, мне кажется, такая тушенка, если купить ее в магазине, она будет стоить недешево. То есть здесь прям не жир, а мясо натуральное, хорошее мясо. Блин, ну вот реально жалко, такое в магазине не купишь. Очень кайфово. Тушеночку я всю заточила уже. Она нереально вкусная. А у нас эксперимент продолжается. М-м, аппетитный, походу, тоже такой. Так, откроем сырочек. Тяжело открывается. Ох, птица там какая-то кричит. Хороший сыр тоже реально. Вот обычно такое в магазинах покупаешь, ну, на фигню напараешься, а тут... Не знаю, либо я такой человек, который всем восхищаюсь, либо это действительно хорошая вещь, которая мне нравится. Так, наш плов уже готов. Прям шкварчит, шипит весь. Так-так-так-так-так. Ау! Так неудобно. Посмотрим-ка. О, такой вот у нас пловчик. Ауч. Окей, пока у нас плов стынет, таблетка горит, поставим-ка ему чайку. Я не пиваю, вы не думайте. Это, ребятки, водичка. И мы сейчас подогреем чайку. Ой, с муравьями чаек будет. Там муравей прям плавает. Ну ладно, земля-то родная. С мясом наваристей земля-то родная. Муравей все-таки вытащим. Он еще тут живой вроде. Ах ты ж. Живи, брат. Так, скорее плов попробую, пока он еще не остыл. Ммм, тоже с хорошим натуральным мясом, кстати. Ммм, ну неплохо. Можно еще поперчить немножко. Перчик есть. Я люблю поострее. Перчик нормальный вроде бы даже. Теперь зачет. Зачет. Здравствуйте! Добрый день. Что вас беспокоит? Я вас не слышу. Сейчас слышно? Вот так немного слышно. А есть что-нибудь получше? А вот так-то вообще отлично слышно. А сколько с меня? Да сколько это подарок? Прям серьезно? Ого, спасибо большое. Вы чудо-врач. До свидания. У меня плов тоже шикарный. Я не знаю, то ли мне на природе все так вкусно кажется, то ли реально плов шикарный. Чай уже поспевает. Пора замаривать. Но кофе я не пью. Будем чайчик пить. У нас же еще батончик есть. Сладкий батончик. Так, а что вам еще? Жележку, может, открыть и попробую. Как она туго запаяна. Я все ложки уже испачкала, которые подразумеваются на три рациона пищи. Да, кстати, там же есть салфетки специально, чтобы их протирать. Ну, я уже так справилась, ладно. Жележка тоже натуральная. То есть она типа такая вся мармеладная, но я прям чувствую, что это яблоки, что-то такое. Да, яблочное пюре реально прям чувствуется. Чай вроде бы готов. Можно пить. Как бы взять эту кружку. Ну, прям все... Вау, 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 вау. Окей. Прям чифирнем сейчас. Эта штука... Еле удержалась, чтобы не матернуться. Так, пусть немножко чай подостынет все-таки. И покажу вам, что тут еще есть. Я просто уже наелась, но хочется вам показать. Есть уже не буду. Ну, так, откроем все-таки интересно, да? И мне посмотреть, я думаю, что и вам. Тут у нас написано мясо птицы с фасолью и овощами. Кстати, мне кажется, что вот это самое вкусное. Нужно было мне ее открывать, потому что я обожаю фасоль. Вот она прям. Ой, пахнет прям чисто овощами. Курочка реально очень вкусно пахнет. Прям видна фасоль. Фасолюшка и все. Ставить на огонь не буду. Тогда уже потом скушаю, не жаловаться. Вот. Перец, резанный с овощами еще тоже. Ау, ничего не вылез. О, такой перчик тоже видно, что хороший. Попробую все-таки. Может, немного уже есть, реально очень сытно. То есть, я все, что на три приема пищи, предназначено съем за один. Так, что еще? Жележку я показала. Паста шоколадная есть. Но я ее просто не люблю. Если мне сравнивать, да, я открывала уже сухпай. Такой обычный армейский, где написано «Армия России» и звездочка нарисована. Там, может быть, больше было таких вот именно всяких мелких штук, может быть. А тут больше сладостей, как мне показалось. То есть, там еще шпик был. Был бы вместо пасты ореха, был бы еще шпик. Вот, это мое мнение. А теперь, что у нас? А, мы еще концентрат не разводили, ягодный микс. Ну, откроем сейчас фруктовую палочку, фруктовый батончик с чаем. Ух, какой батончик. Черный весь. Классный. Как эти фитнес-батончики есть. Я их тоже обожаю. Сухофрукты все-таки тоже самое полезное такое. Так, чай наш все не остывает. Буду ложечку пиво пить. Пока еще остынет. Так, откроем яблочное повидло. Как варенье. Так. Все, получилось. Наконец-то. Ну, тоже неплохо. Ну, как же на природе все это вкусно. Я, кажется, думаю, что солдаты так тоже сидят, как я, там, чилят. Восхищаются всем, да. Там, птичка прилетела. Все вот это вот. Как-то все это гораздо быстрее происходит. Но вкусно. Если это на самом деле так, действительно, то это вкусно. Ну, и с собой брать. В походы, например. Ну, что, я плотно поела. Реально наелась. Вот такой вот сухпай у нас был. Да. Индивидуальный рацион питания от фирмы Дружбы Народов. Потому что поели, собрались. Можно теперь и пойти дальше. Всем пока. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok